В начале ноября ученики и преподаватели средней школы УОН Новая Джигута вернулись в родные стены. Совсем недавно тут завершился капитальный ремонт, который вдохнул новую жизнь в здание школы. Теперь трудно поверить, что один из корпусов построен в 80-м году, а второй в 64-м. Добрый день, Борис Кусеевич. Добрый. Расскажите, как давно вернулись в свою школу, когда закончился ремонт? Мы по распоряжению главы администрации УЗГ Муниципального района начали заниматься со 2 ноября. А так мы занимались в Таркадской школе, которым я очень благодарен и коллектив, и дети, в то время, которое мы занимались там. Приняли нас как к себе в школу. Не было никаких трений в учебе, расписаний, воспитаний. Так что благодарим администрацию школы, учителя школы, сотрудников школы. Большое спасибо. После ремонта тут не осталось места серым стенам. Первое, что бросается в глаза, это цвета российского флага и флага Карачаева-Черкесии. Да и к благоустройству территории школы в целом отнеслись более чем ответственно. Ведь совершенство кроется в деталях. Тротуарную плитку выложили на тысячи квадратов. Фасад школы, видите, ценгвичи, все выставленные. Окна все поменяли. Ну, все, что видно, тут все новое. Это было кирпичное здание. Обшили, окна поменяли. Тротуарную плитку поставили. Там дальше, за ступеньками, полностью заасфальтировали вокруг здания. Посередине здания, напротив той школы, заасфальтировали. Бордюры вот это поставили все. Посередине тротуарщики сделали для детей отдыха. Скамеечки поставили с урнами. Вижу цвета под флаг России, под флаг Карачао-Черкесии. Да, да. Один был такой, что флаг России и флаг Карачао-Черкесии сделали. Капитальный ремонт школы стал возможен благодаря участию Карачао-Черкесии в государственной программе комплексное развитие сельских территорий, одной из целей у которой является инфраструктурное развитие сельских поселений. В рамках реализации государственной программы комплексное развитие сельских территорий были выполнены работы по капитальному ремонту среднеобщеобразовательной школы Аула Новая Джигута. В рамках этих работ были полностью заменены инженерные коммуникации, кровля, окна, двери, заменена внутренняя отделка, фасад. Также в рамках этой программы в целях реализации встречных обязательств региона за счет средств бюджета республики были выполнены работы по благоустройству общественной территории, прилегающей к этой школе. Выполнено покрытие из тротуарной плитки, асфальтобетонное покрытие, установлены скамьи, урны, выполнены работы по озеленению. Работа действительно проделана колоссальная. Можно сказать, что теперь это новая школа. Стены и фундамент – вот, по сути, и все, что осталось от старого здания. Отметим, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт каждого социально значимого объекта в республике находятся на личном контроле главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова. Школа в Новой Джигуте не является исключением. В ходе ремонта глава лично посещал строительную площадку. По итогу – современная школа, которая отвечает всем стандартам современного образования. Впечатления непередаваемые, потому что с ремонтом наша школа обновилась, и, конечно, добавилось новое оборудование, и мы сможем уже углубленно изучать предметы, которые нам могут помочь в выборе будущей профессии, такие как химия, физика, биология и так далее. Я очень рада, что мы вернулись в нашу школу, и от лица всех учащихся нашей школы хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто принимал участие в ремонте нашей школы, потому что мы очень рады, что мы вернулись, потому что это все-таки родные стены, и нам здесь комфортно учиться. Светлана Урусова трудится в этой школе уже шестой год. Для нее это действительно второй дом, а ученики все равно, что родные дети. Преподавание – это ее призвание. Знаете, необычно видеть школу в другом ракурсе. Хочется творить, хочется воплотить свои идеи в жизнь, и чтобы получать удовольствие от того, что ты находишься в таком замечательном здании, которое несет в себе тепло, чистоту, обновленность. Вот и Фаррида Бачаева разделяет такое же мнение. Мы очень долго ждали нашего возвращения к нам в родную школу. Мы не ожидали, что вот такая школа будет. Мы вообще рады, как новая, да, вообще школа. Ну, не сравнить. Мы очень благодарны, кто работал, кто делал эту работу, кто провел такую работу. Очень благодарны. А ваши ученики рады? Ой, конечно. Они, тем более, они же первый раз пришли, они первый класс учились в другой школе. Но когда они пришли, они были вообще в восторге. После ремонта ученики вернулись в обновленные классы с новой мебелью и оборудованием. Теперь это светлое, теплое и действительно уютное пространство для учебы. Ну, а после пары уроков, когда ребята постигали азы наук, можно и перекусить. Столовая для школьников всех поколений является любимым местом в школе. Тут обновлено все. Начинаю с потолков, с полов, все санузлы, сушки, отопление, электричество. Оборудование на все новое. Организация бесплатного школьного питания стоит на личном контроле руководителя региона. На сегодняшний день ученики начальных классов всех школ республики имеют возможность бесплатно питаться в школьных столовах. Вкусно кормим? Да! Отдельная гордость для школы – это спортивный блок. Тут помимо уличной площадки есть три спортивных зала. Это игровой зал, один для спортивных единоборств и один для младших классов. Расскажите о спортивном ядре школы. Что было сделано? Вот сказали, вот у вас три зала целых. Да, это игровой зал у нас. Тоже полностью его сняли старую штукатургу. Заштукатурили, побелили, покрасили потолки, освещение поменяли, батареи поменяли. Ну, практически пожарную линию поменяли. Прикрыли все, батареи, решетки поставили. А еще два зала у вас есть? Один зал у нас начальных классов, маленький зал для начальных классов. И борцовский зал, который через спортшколу желающий по годам. Три группы занимаются. Подумали и об культурной составляющей. В новеньком актовом зале теперь можно проводить самые настоящие концерты, ставить спектакли, да и вообще проводить различные школьные торжества. О том, какие еще на данный момент осуществляются строительные работы в Карачао-Черкесии, расскажем в нашем дайджесте. Итак, в окружающей нас природе 5 называем... Вирусы, карактерии, вырастения, животные. Это видео наша съемочная группа сделала год назад. Вот так до недавнего времени выглядела школа номер 6 в Первомайском. Педагоги старались, чтобы дети занимались в чистых и уютных классах, но при этом время от времени давали о себе знать ветхие коммуникации и прохудившаяся с годами кровля. Вскоре обо всех этих проблемах ученики и педагоги смогут забыть, ведь их любимая школа претерпевает капитальный ремонт. Самое плачевное состояние у нас, положение у нас было с отоплением. Каждый год в начале зимы бегали, дай бог, этот сезон потерпим, дай бог, следующий. За 40 с лишним лет полная система была в негодном, не на лучшем положении. Теперь не придется переживать, что ветхие трубы прорвет, и вновь нужно будет перерывать учебный процесс на неопределенное время. Строители обещают, что здание изменится до неузнаваемости. От былого наследия советских времен здесь ничего не останется. Это будет современная, уютная и красивая школа. Бригада рабочих весьма опытная и уже преобразила в нашей республике не один образовательный объект. Поэтому к капремонту подходит со знанием дела. Здесь есть трещины, дополнительные опоры поставили. Армаповец делается все это. Есть такие места тоже. Крышу поменяли. В общем, делайте красиво, добротно, что у детей, что уютно, хорошо. Стараемся все делать хорошо. Это небо и земля, что у нас было еще, вот сейчас, что они делают. Качество работы отличное. Главное, чтобы успеть, ну, они обещали, подрядчик обещал на сентябрь сдать полностью. И наружные работы, и планировка тротуаров, отливов, от носков и так далее. Эти капитальные работы проводятся в рамках федеральной программы, которая несколько лет назад стартовала с подачи президента страны. Благодаря ей старые школы, еще советские постройки, буквально реанимируют и превращают их в современные образовательные объекты. Капремонт школ включает в себя не только текущий ремонт зданий, но и проведение комплексных мероприятий по модернизации школьной инфраструктуры, обновлению учебных материалов и средств обучения. Таким образом, дети получают возможность обучаться в современных условиях, что, естественно, способствует повышению качества образования и развитию личности каждого ребенка. Еще одна школа, где ведется капитальный ремонт, это 17-я гимназия Черкесска. Работы ведутся сразу на двух объектах – в старом здании, где учатся старшеклассники, и в соседнем корпусе начальной школы, которая долгое время была заперта на ключ из-за отсутствия там надлежащих условий для обучения. На самом деле нужно или реставрировать, или что-то с этим объектом делать, потому что здесь детская площадка, вот мы с ребенком находимся здесь, а там у нас, как говорится, не совсем приятный объект находится за спиной. Эти кадры наша съемочная группа сделала ровно два года назад. Речь идет о старом корпусе начальной школы 17-й гимназии Черкесска. Вот так он выглядел до недавнего времени. Беспокойство жильцов близлежащих домов можно понять, ведь в последние годы здания, прилегающие к нему территория, пришли в запустение, став прибежищем для всякого рода социальных личностей. Теперь же здесь зазвучали рабочие инструменты. Капитальный ремонт идет полным ходом, и в скором времени порог здания вновь переступят ученики гимназии. Более девяти лет это здание бесхозное было, в общем, здесь никаких не было моментов, чтобы сделать, да. А в этом году попали в этот национальный проект всероссийский, капитальный ремонт школ. И подрядчик наш плотной работает, очень качественно ведется работа. Здание строителями было буквально реанимировано. Кроме кирпичей здесь, пожалуй, заменили все, начиная от крыши до внутренних коммуникаций. Здание было построено еще в бытность Советского Союза, и за это время капитального ремонта ни разу не видела. Вполне ожидаемо, что за эти годы все здесь пришло в негодность. Здание было в почерненном состоянии. В ходе капитального ремонта проводятся все виды работ. То есть кровля вся полностью меняется с утеплением, штукатурка вся меняется, потолки, полы, стяжка, напольные покрытия, дверные проемы, все полностью меняется. Нашельные сети, как внутренние, так и наружные. Помимо всего прочего, бригада рабочих сделала перепланировку помещений согласно пожеланиям педагогов. Так что дети будут получать знания в светлых, уютных и теплых классах. Строители стараются делать все не только красиво, но и добротно. С нетерпением ждут финального аккорда ремонтных работ и ученики, и учителя. Мощность данного здания планируется на 400-450 мест для учащихся. Мы с огромным нетерпением ждем сдачи этого здания, так как она актуальна, не хватает площадей для нашей школы. Это мы ждем с нетерпением, чтобы мы могли в нашей работе это здание тоже полным ходом учебный процесс запустить. Ждать осталось совсем недолго. Свои двери для детишек и педагогов уже обновленная школа распахнет в новом году. Кроме того, сейчас капитальные ремонты проводятся и в здании основного корпуса 17-й гимназии, где обучаются старшеклассники. Ремонт там рассчитан на два года, поэтому руководство школы просит учеников и их родителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. В данный момент наша школа дислокация в трех школах. То есть частично учащиеся в пятых тире 11-х классах находятся в двух школах. Это рядом наши соседи гимназия номер 16 и лицея номер 15. Начальная школа у нас, дислокация у нас у себя, где наш основной корпус в пристройке. В две смены мы пока там, вот начальная школа функционирует там. Вот так. С открытием этого здания проблемы снимутся? С открытием данного здания у нас проблемы снимаются и постребованность очень большая школа. Поэтому очень ждем. Это актуально для нашей школы. Микрорайон, в котором располагается 17-я гимназия Черкеска, за последние годы значительно разросся. Поэтому детишек в школе день от дня становится больше. Руководство республики и города вовремя отреагировало на данную проблему, приняв все необходимые меры. Совсем скоро ребятишкам больше не придется тесниться в классах. 159 объектов построят, отреставрируют, либо капитально отремонтируют в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Из них только по национальному проекту «Жилье и городская среда» в республике будет благоустроена 13 общественных и 51 дворовая территория. Ну вот туи, туйки вот посадили. А вокруг тоже цветочки, розы какие-нибудь красивые, лилии. О небольшом палисаднике под окном Зимфира Тимирова мечтала давно, чтобы любоваться цветами и ухаживать за ними. В создании зеленой зоны ей помогают соседские мальчишки, плюс мэрия Карачаевска обещала привезти грунт. К мысли о разбивке палисадника Зимфиру подтолкнули преображение в ее дворе. Там строители почти завершили работы по благоустройству, и теперь ей хочется видеть такую красоту везде. Конечно, это все вместе связано, конечно. Ну, я жил здесь новенький, мы только вот первый год, второй год мы здесь живем. И, конечно, здесь начали делать, и здесь заодно тоже. Чтоб красиво было, уютно, красиво, чтобы окно открыть на красоту. Ну и двор как бы облагоустроить. Это далеко не единственный случай в Карачаевске, когда к работам по благоустройству своего двора активно подключаются его жители. Еще один пример – дом по Курджиево 3А. Там рабочие также сначала облагородили дворовое пространство, установили детский игровой комплекс, лавочки, освещение. А жители бережно ухаживают за этим всем. Конечно, стало хорошо и приятно же. Смотреть вокруг очень красиво. Выходим, за нашими детскими смотрим, они катаются, они тоже довольны. Когда дети довольны, мы тоже очень довольны. Нравится все хорошо. Отлично. Все эти и остальные дворы многоквартирных домов в Карачаевске удалось облагородить благодаря участию региона в нацпроекте «Жилье и городская среда». Лишь в прошлом году по этому нацпроекту свой облик в лучшую сторону изменили 15 дворов. А в этом по всему городскому округу работа проходит еще в 11 локациях. Большие планы и на следующий год. На сегодняшний день мера нашего города, Русалом Маратом Магомедовичем, одобрено 19 дворовых территорий на 2025 год. Чем наш отдел и занимается сегодняшний день. Делаем топосъемки дворовых территорий, границы дворовых территорий. Обсуждаем уже с проектировщиками. В ближайшее время с проектировщиками будем выезжать в дворовые территории, которые мир нам утвердит. И по заявлению населения это, конечно, все делается. И будем проектировать, готовить проектно-сметную документацию на 2025 год. Аналогичные работы по улучшению облика населенных пунктов проходят по всей Карачаево-Черкесии. К слову, только в текущем году на территории КЧР благоустраиваются 13 общественных и 51 дворовая территория. Всего же за 5 лет реализации нас проекта «Жилье и городская среда» в регионе благоустроено 447 дворовых и 144 общественных территорий в 76 населенных пунктах. Новому драматическому театру в Черкесии быть. После демонтажных работ на старом здании, что стартовали несколько дней назад, не осталось никаких сомнений, что уже в ближайшие несколько лет у жителей Карачаево-Черкесии появится не просто новый театр, а огромный культурный центр. Два концертных зала, выставочные площадки и образовательные пространства, даже свой цех по пошиву театральных костюмов. И это лишь малая часть того, что появится в драмтеатре после масштабной реконструкции. Я хочу сейчас вот с этой трибуны сказать искренние слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который дал поручение правительству Российской Федерации, правительству Карачаева-Черкесии, о том, чтобы с этого года, с 2024 мы начали реконструкцию нашего республиканского драматического театра. Это одна из самых долгожданных в КЧР строек. В сфере культуры это без преувеличения главный для Карачаева-Черкесии в этом десятилетии проект, за который болел душой, наверное, каждый житель региона. Старое здание театра было сдано в эксплуатацию в 1982 году, а уже в 2019 признано непригодным для дальнейшего использования. Мы приняли решение разработать новый проект, который позволит нам включить в новое здание, которое будет построено, те возможности, которых раньше не было. В частности, больше по размеру зрительный зал, потому что сегодня для нас это главная площадка и необходимо, чтобы зал был не только театральный, но и концертный. По проекту в новом театре будет два концертных зала, большой и малый, рассчитанный на 1500 зрителей, соответственно, плюс современные музейные запасники, созданные с учетом всех требований, что предъявляется сегодня к хранению музейных экспонатов. Следующее направление, которое мы прописали в техническом задании, это различные цеха, начиная от цеха по производству костюмов, костюмов театральных, костюмов для хореографических коллективов, костюмов для артистов-вокалистов. Словом, это будет уже не театр, а огромный культурный центр, для которого в здании предусмотрены большие выставочные площади. Сегодня наши галереи – это три небольших зала, которые однозначно никак не вмещают в серьезные выставки из федеральных музеев. Отношения с федеральным музеем у нас все лучше, нам готовы поставлять выставки, но у нас нет подходящих по параметрам галерейных залов. Будет создано множество пространств для проведения разнообразных форумов и образовательных площадок. При проектировании учитывался опыт всех больших залов, что открыто в последние годы в России. Основная ставка, конечно же, делается на расширенный функционал здания. Ну и внешний его облик тоже важен, ведь новый драмтеатр станет своего рода визитной карточкой как республиканской столицы, так и Карачао-Черкесии в целом. Существует уже несколько проектов, и, откровенно говоря, вызывают улыбку какие-то мусируемые непонятно откуда взявшиеся проекты в интернете, которые мы тоже наблюдаем. Поэтому очень хорошо, что сегодня вы задали этот вопрос, чтобы нашего зрителя уведомить, что все, что вы видите в интернете, поверьте, не имеет никакого отношения к тому, что нас ждет впереди. Уже в ближайшем будущем жителям Карачао-Черкесии предстоит окончательный вариант проекта, по которому в центре республиканской столицы будет возведено новое здание. Как обещает Минкультик и Чар, этот проект никого не оставит равнодушным. Продолжение следует...